Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас тема очень важная, непростая. Роль продукции 7-VA в укреплении женского и мужского здоровья. Ну, я думаю, что плохую роль играют такие затяжные праздники в нашем здоровье. Знаете, по этому поводу есть такие стихи. Вот пришел к нам в гости Старый Новый Год. Держится за печень радостный народ. Жирный не лезет, алкоголь не пугал. Сдохнем, но отпразднуем Старый Новый Год. Вот мы такие вот гулянки затяжные устраиваем. Ну, теперь вот по поводу самой темы. Вы знаете, я очень люблю восточные методы оздоровления, потому что они проверены тысячелетней практикой, свыше пяти тысяч лет им. И в основе их лежат вселенские законы. Баланса инь-ян, закон о всеобщей взаимосвязи, взаимозависимости в космосе и внутри человека, клеток, органах, тканях, всего. УСИ, так называемый закон. И учение о трех психосоматических конституциях. То есть все мы разные с вами. И в этом наша прелесть, потому что мы друг друга дополняем. Вот, у нас есть две холодных конституции. Две холодных конституции ветер и слизь. И одноноречие желчи. Ветер связан с повышенной активностью нервной системы, слизь, с повышенной активностью эндокринной и гормональной системы, эндокринной и лимфатической системы. И горячая конституция желчи связана с органами пищеварения, прежде всего с деятельностью печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Вот так дело обстоит. Значит, ну, сейчас поговорим о мужчинах. Женщин тут много у нас. Вот Ольга Чередова, да, Ким, Татьяна. А что-то башку везде. Вот несколько раз у нас. А Ким, да, очень. Нет, ну, присутствует, так сказать, многоэтажно. Хорошо. Вот. Да, это правильно написано. Страшная беда – это безделье в празднике. Вот. Но в празднике можно и не бездельничать, если было бы желание. Хотя это и нелегко, да. Вот. Значит, я надеюсь, что женщины любят мужчин своих, во всяком случае. Вот. И они, зная конституцию своего мужчины, могут помочь ему избежать определенных неприятностей, ну, в свете вот схемы нынешней. И, прежде всего, избежать снижения липида, то есть полового влечения к ней. В этом же женщины заинтересованы. Вот. Мало того, у нас ведь сейчас в зрелом возрасте на одного мужчину приходится аж 10 женщин. А даже многие молодые мужчины активного возраста страдают эрективной дисфункцией, попросту говоря, импотенцией. Да, работы сейчас приходится много, мы вошли в капитализм. Но мужчины устают, да. Но от усталости есть средства, выспаться как следует. И все. Поэтому причины импотенции, конечно, лежат значительно глубже, чем просто пустование. Мужская слабость восточной медицины классифицируют в зависимости от конституции человека. Да, многие современные мужчины неумерены в выпивке, курении, еде, не умеют расслабляться. Ну, допустим, там, принимать хвойные ванны, осаны, некие позы из-за ионлета, да. Вот, бегать трусой, массаж осуществлять, водные процедуры какие-то. Не умеют отдыхать, прогулка на природе, пение от души, шутки, смех и так далее. Посетить фитнес-центры, театры, цирки, кинотеатры и так далее. Мужчины часто переохлаждаются, пренебрегая правилами безопасного секса. Вот, определив конституцию своего спутника жизни, женщины смогут понять, как помочь любимому человеку. Мы начнем с ветров. Ветры мужчин, у которых интенсивно функционирует нервная система, эмоциональная сфера прежде всего. Они, как правило, худощавы, тонкокостны, общительны. Это творческие личности, легко возбудимые натуры. Часто не умеют справляться со своими эмоциями, неуверенные, рассеянные нередко и подверженные страхам. Поэтому среди нашей продукции сразу, так сказать, чётко выписывается такая продукция, как капсулы линжи. Если период перевозбуждения длителен, а стресс силён, жизненная мужская энергия, а они один источник имеют, самый нижний чакрик. Вот, это яички, это надпочечники, может быстро иссягнуть. Мужчины-ветры часто страдают от заболеваний сердца, перепадов артериального давления, неврастения, бестонницы. Больше других предрасположены к психосоматическим и душевным расстройствам. Онкология. Ну, что можно порекомендовать из нашей продукции? Очень просто. Отплекаешь меня. Очень просто. Прежде всего, им можно рекомендовать эрексер-кардицепс. Извините. Можно порекомендовать онкогеропротектор, арктика. И, конечно, бальзам-бокатырь. Нередко в силу характера эти люди уходят от проблем с помощью алкоголя, табака, курения, наркотиков. Теперь такая возможность тоже появилась. Здесь беда нашей европейской цивилизации, которая лицемерно хамшески определенные постулаты построила в отношении правил жизни в социуме. Вот если мы, допустим, возьмем даосов Китая, которые тысячелетиями развивают свое учение, то у них, например, сексуальные отношения используются... Да, конечно, они получают удовлетворение и немалое. Но прежде всего они используют это как метод оздоровления и как метод долголетия, активного долголетия. Вот здесь европейцы, конечно, очень много упускают. Вот. Ну, я могу несколько слов по этому поводу сказать. У них развиты техники множественного оргазма. Причем не только у женщин, но и у мужчин. Казалось бы, у мужчин, так сказать, особенно у молодых, гиперсексуальных, у них оргазм совпадает с семи извержением. Это затрудняет дальнейший секс. У зрелых мужчин даос может разделять оргазм с семи извержением. И при такой технике ему хитряется тоже испытывать множественные мужчин. Тоже множественные оргазмы. Это чрезвычайно полезная вещь, потому что в организме вырабатывается очень много внутренних, антогенных лекарств. Без побочных эффектов. Вот. И у нас были предприняты попытки, так сказать, вводить уроки сексологии в школе и так далее. Но грамотный учитель преподает испорченным детишкам, которые хихикуют и, так сказать, очень поверхностно это воспринимают всё. Вот. Это неудачно. Эти вещи надо изучать всерьёз, потому что это огромная культура, огромный культурный пласт. Что я бы хотел теперь перейти к мужчинам конституции слизи. Они накапливают в организме холод, переедая инские, холодные по природе продукты. А это, по сути, практически всё, что мы реально едим. Это и хлебополочные изделия, и молочные продукты, и молочные продукты. Это различные напитки. Ну, к словам, основная масса продуктов, питания, которые мы реально потребляем. Это сырые фрукты и овощи. И у людей слизи, как вы знаете, интенсивно функционирует лимфатическая, то есть, по сути дела, межклеточная среда, и эндокринная, то есть гормональная система. Это люди флегматичные, медлительные, склонны к полноте. Их главная проблема – переедание. Причём переедание пресной, как правило, углеводной пищи. Это макаронные изделия, это картофель, там, отварной и так далее. Увлечение продуктами так называемого сладкого вкуса. А на Востоке сладкими продуктами называются не только сахаристые продукты, а вообще все вкусные продукты, которые хочется ещё и ещё раз поесть, взять ещё одну порцию. Ну вот, это мясо, это хлеба, это хлеб, это картофель. Ну вот, техника прихрамывает у нас, но, слава Богу, всё-таки движется. Значит, на чём я остановился? Я остановился вот на чём. Что сейчас мы говорим о мужчинах конституции слизи, которые накапливают в организме холод за счёт переедания инских продуктов. А инские продукты – это почти всё, что мы едим. И, значит, в результате идёт накапливание избыточного веса, а при возмущении конституции слизь, то есть ещё более гипертрофированной работе слизи в их органах и гормональной системы, он возникает сахарный диабет, снижается энергия в теле, накапливается холод в почках и застойные процессы в организме малого таза, в малом тазу. Что делают эти органы малого таза уязвимыми перед инфекциями и воспалениями? Значит, речь идёт о воспалениях в простате, в яичках. Вот, здесь можно порекомендовать использовать специи, пряные соусы, имбирь, кардамон, мускатный орех, соль, все виды перца, гвоздику, корицу, лук, чеснок. И не сдапливать вот эту ватинскую пищу, потому что все эти специи носят яркий характер, и мы приходим тогда к балансу, то, что и требуется. Теперь о мужчинах Конституции Желчь. Это очень деловые люди, энергичные, успешно строящие карьеру, упорные люди, деятельные. Их здоровье расстраивается от больших трудовых перегрузок, от частых приступов раздражительности, гнева, желчь склонна к пищевым отравлению, к болезням печени, желчного пузыря, желчекаменной болезни, да, язвенной болезни, гипертонии, конфарктам, инсультам, особенно в жаркое время года, подагре, атеросклерозу, умеренному ожирению, ожирением тоже свойственным, но не в такой степени, как у слизи. Раку простаты. Проблема с потенцией у людей желчи возникает на фоне злоупотребления жареной пищи в сочетании с крепким алкоголем. Ну, это, как правило, руководители разных рангов, и у них, к сожалению, вот такая пища в приоритете. А это негативно сказывается на сосудах, на сердце, деятельности сердца, на печени, на кровооснабжении мочеполовой системы. Принципиально, что холод мочеполовой системы пробирается через почки. Главная беда век свободных нравов и, я бы сказал, воинствующего неувежества в отношении элементарных знаний о самом себе, вот, инфекции, передаваемые половым путем. Это хламидии, это мегаплазма, это уреоплазма, то есть это внутриклеточные паразиты, но не вирусы. Ну, это и вирусы, вирусы герпеса, цитомигаловирусы, другие. Еще одна беда. Часто эти болезни развиваются латентно, скрытно и перейдут в хроническую форму, обусловливая ранний простатит, ну, все, что кончается наид, это, значит, воспаление, значит, воспаление простаты, предстательной болезы, импотенцию у молодых мужчин. Образ жизни современного мужчины нерячно складывается из нервных стрессов, перегрузок, частей смены партнерш, при всеобщем невежестве, отсутствии культуры, сексуальных отношений, злоупотреблении алкоголем, курением и наркотиками. В результате, каждый третий мужчина, сейчас по статистике, репродуктивного возраста, не понаслышке знаком с такими проблемами, как импотенция, нарушение тщения и извержения, мужское бестудие, простатит, воспаление предстательной болезы, как я уже говорил, физикулит, воспаление семенных пузырьков, балана, постит, воспаление головки и крайний плод полового члена, сексуальные нарушения, проблемы полового влечения, стертость и отсутствие оргазма. Что касается даосов, я уже говорил, что они отшлифовали культуру сексуальных отношений до блеска за тысячелетие. И у них не только женщины, но и мужчины испытывают множественный оргазм. Причем у них сексуальные отношения разрешены даже в монастырях. И женщины там живут порядка 120 лет, средним. Вот так. Несколько раз в неделю обижать не секс. Высококвалифицированный, разумеется. Это обмен энергиями, это, так сказать, подъем энергетики в голову, распространение по всему телу. То есть мужчины испытывают оргазм наподобие женского оргазма. Вот. И этому надо обучать. Этому надо обучать, тогда не надо никакого коммунизма строить. Потому что все люди, все семьи будут счастливыми, довольными, не будет скандалов, будет все отлично. Вот. Не будет таких определений, как развод, потому что характерами не сошлись. Сойдутся характерами. Прекрасно. Но. Официальная медицина очень мало уделяет вниманию такому фактору, провоцирующему заболевание мочеколовой сферы, как переохлаждение. Принято считать, что мужчины народ закаленный, и вот они осенью, зимой и ранней весной в сырую холодную погоду ходят в тонких джинсах, в кроссовках на босу-молу. Вот меня просто всегда поражает в метро, видишь молодых людей, мороз лютый, а у него, значит, у вас такой зазор голой ноги. Вот. А простат, это второе сердце мужчины, очень чувствительное к холоду. Она абсолютно не защищена от переохлаждения. Простат очень важный орган, слизимый орган, да, она вырабатывает секрет питающий и защищающий сперматозоиды. Она обеспечивает сильные извержения, эякуляцию и подвижность сперматозоидов, что чрезвычайно важно. Отвечает за эрекцию, за половое влечение, за ощущение оргазма. Один считает, что она всего 20 грамм, и расположена она в бывшую нить, непосредственно под мочевым кузырем, охватывая грязную часть мочеиспускательного канала, в эрекции. Вот, смотрите, сидение на холодной земле, в непрогретой машине, купание в холодной воде, травмы, лёгкая непосредственно одежда приводит к слабой сопротивляемости половым инфекциям. Из-за внешнего охлаждения ног, ступней и области поясницы в почках накапливается физиологический холод. Кстати говоря, холод почек главная причина болезни и женской половой сферы. Каковы же симптомы холода почек? Одно, ощущение холода и ноли, боли в области поясницы и тазобедренных суставов. Постоянные холодные конечности. Основные функции почек свидетельствуют также шум или звон в ушах. Казалось бы, какая связь? Мужчин нам говорит, что все взаимосвязано. Землистый и ближний цвет лица. Может рождиться половая слабость, частые болезненные мочи и спускания. Что это путь к компотенции, бесплогию, путь к раковому перерождению. Серьезные вещи-то. Ведь именно почки несут кровь и энергию в половые органы. И от них зависит возможность продолжения рода. То есть репродуктивные функции, способность к выработке спермы, сексуальному импульсу, семиизвержения зачатия. При комплексном лечении и профилактике различных расстройств репродуктивной системы в 90% случаях фиксируется улучшение работы почек, обмена веществ, которое улучшение активизирует сперматогенез, то есть выработку спены, повышает потенцию и сексуальное влечение, продлевающее продолжительность полового акта. Какие у нас средства есть для поддержки вот этих явлений? Желецы. Желецы с репенным маслом она эффективно воздействует на почки и защищает от онкологии. Есть кремы, серомен для мужчин, есть фарактеропевтические изделия, особенно хорош пояс и наколенники. Пояс прогревает сухим теплом почки, что чрезвычайно важно. на коленнике сустав тоже обедленный. Вот. Очень хорош эликсир арктика, очень хорош цитралайф, потому что инфекция допирается в почки и в половые органы с помощью крови и с помощью лимфы. И очень важно, чтобы был некий дезинфектор, который начинает дезинфицировать с ротовой полости, потому что во рту у нас тоже не видится много инфекций с испорченными зубами, с ангенозным состоянием горла и так далее. Вот. здесь хороши и кардицепс, и линжи, и циньки. Вот. Ну, есть и домашние рецепты, но я думаю, что сейчас мы на этом не будем останавливаться, просто потому, что у нас достаточно продукции нашей, чтобы помочь избежать полового бессилия. Теперь скажите, пожалуйста, ну, а что провоцируют женские болезни? Да, по сути дела те же моменты. переохлаждение очень важную роль играет. Вот. Если взять женщин ветров и женщин слизей, у которых приоритетна холодная конституция, то их приводит к болезням, холоду почек, увлечение сыроедением, диетами, основанными на преимуществном употреблении сырых фруктов и овощей, добрый день. Вот. Кисломорочные продукции, ну, из холодильника, допустим, любят простоквашу пить, холодную. Для слизи холодная конституция и для желчи горячая конституция еще и переедание. Избыток ежедневного меню сладостей, колбас, гиподинамия, кстати, мало двигаемся, сидим у компьютеров, как правило, телесмотрим телевидение, вот, мало двигаемся, а движение, двигаться надо много и с удовольствием. Ну, и, конечно, стрессы, тревожность, особенно для женщин конституции ветер. Вот, я боюсь, что это очень частый оборот в них в лексиконе. Сегодня мы поговорим о хроническом орнексике, то есть воспалении яичников и маточных труб, придатков или полопиевых труб, как угодно, в качестве примера гинекологического заболевания. Органы нового цаза тесно взаимосвязаны и воспалительный процесс, развившийся в одном органе, легко перетекает в воспаление другого органа. Вот так с помощью крови, лимфы. Какая симптоматика хронического адмексида? Ну, во-первых, слабость. Во-вторых, давящее чувство боли в районе живота и поясницы. Далее, возможно повышение температуры, если в этом участвовать в институции желчи. Нарушение менструального цитра, увеличение длительности, задержка, изменение цвета, объема, консистенции и выделения, плохое самочувствие, наистые выделения из благалища с неприятным запахом, потеря веса или наоборот ожирения и бесплодие, конечно, как самая неприятная вещь. Так вот, воспалительный процесс в яичниках, его медики называют олофаид, часто сопровождается сальпингитом, это инфекцией в маточной трубе, и эндометритом, то есть воспалением слизистой оболочки матки. Все связано кровью лимфой, поэтому врачи часто называют адноксид сальпинго афорид. Ну, врачи любят различные названия, вот, главное, чтобы они умели хорошо лечить, устранять эти хвори, называть это дело такое. Вот, возбудителями двухстороннего хронического адноксида могут быть вирусы, хламидия, спирофеты, гонококи, стафилококи, гордмерела, микоплазма, стрептококи, грибковые микроорганизмы типа кандидальбекатс. При общем ослаблении иммунитета женщины лимфа и кровь способны переносить этих возбудителей из других очагов воспаления, находящихся либо в облагалище, либо в толстом кишечнике, может быть в мочевом пузыре, а то и в более отдаленных органах. Что же провоцирует обострение хронического адноксида? Аборты. Мы по-прежнему впереди поняты всей части абортов. Словные роды, частые роды, внутриматочная спираль, прием антибиотиков, смотрите, казалось бы лечимся, заболевания хронического характера органов, расположенных в малом тазу, некоторые болезни желудочно-кишечного тракта, сердце, критические еды, лучший способ занести инфекцию в матку, переохлаждение, переохлаждение, о котором мы уже говорили. Хронический адноксид развивается на фоне уже имеющегося в организме очага инфекции. Оттуда бактерии переносятся стоком крови и лимфы. Источником может быть воспаление в матке, в желудочно-кишечном тракте, в почках. Придатки матки особенно чувствительны к пищевому холоду, то есть к клиническим продуктам питания. Избыток им питания приводит к возмущению конституции ветер и слизь холодных конституций. То есть возмущение, то есть выход в болезнь уже. Разливается слабость, холод почек, появляются проблемы в половых железах и на почечниках. Холодная кровь застаивается в малом тазу и при этом ухудшается общее энергетическое состояние организма. У женщин конституции желчь, горячей конституции, и смешанных конституций желчь-слизь. Хронический аднексид более выражен, протекает остро, с повышением температуры и сильными болями и радиирующими в крестец. Минституации болезненно обильные. В области наружных половых органов часто наблюдаются зоты раздражения. В компании 7VL есть фитокапсулы. Это очень хорошее средство в этих целях. Есть крел сиэробума, ну и разнообразные прокладки дневные и ночные. Приступы боли могут сопровождаться нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, тошнотой, рвотой, по носам. Ну и здесь на помощь приходят телесерцентин. А также виталиф и древо жизни для того, чтобы поддержать печень, в которую попадает вот такая вот загрязненная кровь. Очень хороши альгара, жилица, медолия, которые укрепляют ферментативные все ферментативные системы организма, на которых происходят все обменные процессы. Прекрасные средства Арктика, которые можно вводить и внутри влагалищина, и под язык, и капать в нос, она будет работать в любом случае. Фитопродукты предупреждают образование спаек и развитие таких осложнений, как кисты яичников, миома, опухоли. Многокомпонентные фитосборы, ну, у нас есть чайный напиток, например, печать снахаря, у нас есть напиток чага, очень хороший, вот, они улучшают кровообращение в органах малого таза, согревают почки, способствуют удалению слизи и гноя, восстанавливают функцию яичников. Максимальный эффект получается от комплексной терапии, ну, когда используется не только введение внутрь препаратов, но и используются наши фарадотерапевтические изделия, начиная с браслетов, окончая шайным, поясничным, поясарями, наколенниками. Вот. принципы восточной медицины и современной нутрициологии способствуют общему улучшению состояния женского организма, усиливают процессы омоложения, повышают торгарь кожи, укрепляют волосы и ногти. То есть это не только профилактика и лечение гинекологических заболеваний или мужской половой сферы, но это и улучшение внешнего вида, причем не с помощью косметики формальной нарисовать можно что угодно, а с помощью улучшения состояния кожи, убирания морщин и так далее. Использование нутрицептиков, парафармацептиков, пребиотиков, фарактерапевтических изделий, онкогеропротектора и адаптогена эликсира Арктика, варианты хиропрактики по Горбунову могут позволить избежать оперативного вмешательства в сложных случаях. Вот я на этом хотел бы закончить. Использование